На встречу зиме. Проверку готовности к предстоящему отопительному сезону городские власти начали с самых отдаленных микрорайонов. В поселке Увек жители из года в год получали тепло от паровых котельных. За долгие годы эксплуатации они пришли в негодность. Несли колоссальные убытки из-за устаревшей технологии и были закрыты. Как теперь будут греться зимой жители окраин, узнал наш корреспондент. Это событие для жителей поселка Увек заводского района настоящий праздник. Раньше здесь была паровая котельная, которая снабжала теплом несколько домов. Правда, хватало его не всем. У меня в доме было 12 градусов. Доходило до 12 градусов. Было, конечно, и 14, и 15. Но 18 было только вот, когда теплые дни стали. Было очень холодно. Потому что отапливается от парапарки, как начинается парапарка вагонов, нам отключают пар. Дают очень мало, и мы сразу начинаем замерзать. Тепла старой котельной давали мало, а вот убытки из жителей город от них несли колоссальные. За год около 25 миллионов рублей уходило на их покрытие. В прошлом году были найдены средства на замену тепловых узлов. На это ушло 30 миллионов рублей. Глава Саратова Олег Грищенко лично убедился, его поручение выполнено. Проведена модернизация системы теплоснабжения. Все объекты переведены с парового отопления на водяное. И, что самое главное, использовалось оборудование отечественного производства. Когда видишь, что применяется оборудование, тем более высокотехнологичное, и российского производителя, в душе радуешься. Обе новые котельные полностью автоматизированы. Информация о работе оборудования будет выводиться для обслуживающего оператора на специальный диспетчерский пункт. Тариф на теплоэнергию для населения не изменится, но управляющая компания теперь получит существенную экономию по платежам порядка 5-6 миллионов в год. Тут два котла по 2 мегаватта и того там 4 мегаватта. Для отопления непосредственно у куста здесь жилых домов, здесь порядка 20 домов, будет отапливать полностью автоматизировано. Осталось только заключить договор на пусконаладку и врезать газ. Вторая котельная поменьше будет снабжать теплом еще 4 жилых дома и детский сад. Оба объекта полностью готовы и в предстоящий отопительный сезон вступят вовремя, как и большинство котельных областного центра. Степень у нас высокой готовности, мы за этим тщательно следим. Вот те проблемы, которые возникают в процессе эксплуатации котельных, они решаются вот в летний период. Здесь у нас были старые котельные еще паровые, большие убытки несли. Эти котельные город платил затраты, нес убытки. Поэтому было принято решение о выделении денежных средств. Были построены две модульные котельные. Новые, современные, с меньшими затратами. Люди будут меньше платить за тепло. Кроме того, здесь решили коммунальный вопрос. Один из самых главных еще с момента заселения этого поселка. Крыши домов не ремонтировали уже много лет. Однако по инициативе городской власти уже в сентябре здесь начнутся работы по восстановлению и замене кровли. Станислав Жижин, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.